На Кубани осталось 12 образовательных учреждений, где нет собственных спортивных залов. Детям приходится искать другие места для уроков. Об одной из таких проблем в Санице Новомышастовской губернатору на приёме граждан рассказал житель Красноармейского района Алексей Косач. Вы на уроке физкультуры из обычной школы ходите в детскую, юношкую спортивную школу. Голядина, я думаю, что это на самом деле должно остаться в далёком прошлом. Спортивные залы однозначно должны в школах были появиться. Алексей Леонидович поднимает проблему, что касается Новомышастовской школы. А я сквозь его обращение вижу проблему других школ, где тоже такая же подобная проблема, где идёт спортзал. В этом году по вашему поручению 120 миллионов выделено, в том числе прошёл отбор и этот район. В этой школе учится 750 человек. Эта проблема будет решена 13 сентября при всём нашем плане графики. Они должны начать строить. По всем тех паспортам 3-4 месяца строится спортзал. Максим Иванович, вот это возьмите на контроль, чтобы в следующем году, просто в ручном режиме, проверьте все 12 школ, в которых не было никогда спортивных залов, чтобы они там были. И крайний срок исполнения – это ноябрь следующего года. В этом году уже приступили к строительству спортзалов в трёх школах – в Белореченске и станицах Ленинградская и Анапская. Кроме этого, выделено более 124 миллионов рублей на капитальный ремонт спортивных залов в 35 образовательных учреждениях.